Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, мы вместе анализируем события минувшей торговой сессии и смотрим, как они отработались в динамике ключевых валютных пар и не только тех инструментов, активов, которые мы с вами разбираем и закладываем в основу наших спекулятивных торгов. Еще раз хочется напомнить, что те сделки, которые мы стараемся пронести из недели в неделю в расчете получить хороший профит, носят долгосрочный характер. Поэтому сразу же вас призываю, друзья, если для вас фундамент имеет такое же большое значение, как и для меня, необходимо, конечно же, набраться терпения и ждать результативной отработки идей и посылов, которые используются нами для объяснения всего, что на финансовых рынках происходит. Вчерашняя торговая сессия. Я бы не сказал, что что-то радикальным образом изменилось по сравнению с тем, что мы видели в начале этой недели. Некоторые активы ходят чуть динамичнее других, но в целом на рынке остаются все те же ключевые инвестидеи, которые мы сегодня с вами снова освежим в воспоминаниях и попробуем подкрепить новостным фоном, немного обновленным, благодаря отдельным заявлениям чиновников, которые мы слышали в рамках вчерашней торговой сессии. К повестке экономического календаря сегодня разбираем мы данные по промышленному производству и темпам экономического роста Англии. Соответственно, смотрим, прежде всего, за динамикой британской валюты в 11.30. Классическое время для выхода стат данных из Англии. Соответственно, именно британцам, можно сказать, мы начнем сегодня фундаментальный день. Напоминаю, для британской валюты есть одна по-прежнему жизнеспособная идея, связанная с ожиданиями того, на каких условиях все-таки Англия выйдет из состава Европейского Союза. Если эта тема вам уже поднадоела, я признаюсь, что мне она точно надоела, но сегодня как раз нам придется вернуться к ней, потому что на рынке вчера появилось несколько позитивных, положительных комментариев снова с оценкой перспективы достижения все-таки соглашения и нахождения общего языка между переговорщиком ЕС и Англией. Собственно, поэтому британская валюта и выросла. Сегодня мы ждем, как я уже отметил, статистические данные, которые в целом могут больше разочаровать. Я не верю в промышленный сектор Англии. Я не верю в хорошие стабильные показатели экономического восстановления, потому что буквально неделю назад мы с вами анализировали сразу отдельно сектора основной британской экономики, производства, строительный сектор и сферу услуг. Соответственно, основной дикатив пришелся на сферу услуг, и учитывая то, что именно она определяет львину часть всего экономического роста, я думаю, что будет очень странно, если сегодня цифры окажутся лучше ожиданий. По поводу статистики из Англии, я традиционно привык в последние уже месяцы опираться на них, как на еще один факт распродажи британской валюты, поэтому, если вы согласны со мной, то, что в целом сейчас в плане оптимизма не на что положиться, то в вашем арсенале должна быть только одна отделка по британцу, которая предполагает его продажу. Далее, друзья, по хронологии экономических событий, новостей в 15.30, тоже традиционное время только уже для штатов, индекс цен производителей. Казалось бы, если у нас совсем скоро, точнее уже завтра, отчет по инфляции, зачем нам нужен индекс цен производителей, ведь можно дождаться куда более важного и объективного показателя по индексу потребительских цен. Я согласен с этим, но хочу отметить то, что индекс цен производителей – это одна из компонентов инфляции. Это такие же, собственно, связи, которые мы с вами традиционно пытаемся уловить, готовясь к non-farm perils через статистику по EDP. Соответственно, индекс цен производителей может дать нам определенную пищу для размышлений и позволить нам, собственно, прикинуть, какие данные по инфляции мы можем увидеть, когда выйдет общий показатель ACP. То есть, репетиция ровно за сутки. Сегодня посмотрите на ожидания экспертов рынка. Хочу отметить то, что прогнозируется прирост показателей. Я вообще не сомневаюсь в том, что какие-то проблемы могут иметь место быть для, собственно, американской экономики сейчас в плане общего роста потребительских цен. Тенденция восстановительная сохраняется, инфляционные ожидания находятся на очень высоких значениях. И не только благодаря высоким ценам на нефть, что важнее, благодаря высокой активности домохозяйств, то есть очень хороших показателей розницы. Это и есть основной признак того, что ситуация в американской экономике складывается очень хорошо. Мы, собственно, вернемся традиционно еще и к доллару. Разумеется, продолжим петь ему дифферамбы, как это делают представители американского регулятора. Но что еще остается, когда на рынке складываются такие условия? Замыкать сегодняшний день будет отчет от Американского института нефти. Классический АПИ, который также предваряет официальные данные от Минэнерго США. Обычно мы этот релиз с вами разбираем во вторник. Но, вы помните, из-за дня Колумба, собственно, выход и публикация отчетов была смещена на сутки. Соответственно, сегодня мы разбираем АПИ, а завтра будем уже анализировать данные от администрации энергетической информации. Теперь давайте вот на этой ноте перейдем, собственно, к нефтянке. Класс вчерашнего дня 84.97. Можно сказать, все котировки замерли вблизи сопротивления 85 долларов за баррель. Сейчас актив торгуется чуть пониже. Соответственно, мы видим, как рынок продолжает отыгрываться после неудачного открытия для себя в понедельник с небольшим основным разрывом. В принципе, он уже полностью перекрыт этот гэп. А сейчас котировки снова уперлись 85 долларов за баррель. И оценивая, характеризуя вчерашний день, можно сказать, что на рынке действительно преобладали позитивные настроения, которые были вызваны ураганом Майкла, точнее анализом его последствий для глобального энергетического рынка. Все на самом деле очень просто. Мы пытаемся спрогнозировать, как стихийное бедствие скажется на объемах нефтедобычи и поставок с Мексиканского залива. И добавляем это к нашему с вами традиционному разбору спроса и предложения. Так вот, по версии, по данным Бюро природоохраны Соединенных Штатов Америки, из-за урагана Майкл сейчас остановлена добыча примерно на 40% нефтедобывающих платформ, которые находятся в Мексиканском заливе. Помимо этого, друзья, прежде чем перейти к другим факторам, хочу отметить, что вы должны заранее понимать, что такие форс-мажоры, как стихийные бедствия, они не обладают эффектом какого-то двусрочного влияния на котировки нефти. И как только, собственно, ураганы теряют свою силу, рынок возвращается к прежним факторам. И вы помните, что прежние факторы расчета на то, что глобальный рынок, как кажется, в состоянии дефицита предложений, они не такие уж и актуальны после смягчения позиции Трампа по экспорту нефти с территории Ирана, о чем мы детально говорили вчера. Поэтому я могу предположить то, что где-то вот сбоку припеку есть еще фактор поддержки именно того, что Иран, сейчас оказавшись под санкциями, действительно станет причиной недопоставок на глобальный рынок. Но мне приходится констатировать этот факт, но при этом я, говоря про него как катализаторы для оцен, искренне верю, друзья, в то, что вы уже давно осознали тот факт, что глобальному предложению, в принципе, уже ничего не угрожает. Кстати, Reuters каким-то чудесным образом вчера нашла подтверждение, не знаю каким образом, не получили данные за такой короткий промежуток времени, то, что якобы в первых числах уже октября поставки нефти из Ирана снизились до 1,1 миллиона, в то время как месяц назад мы видели этот показатель на 1,6 миллиона. Хочу сразу отметить, друзья, то, что это не следствие того, что очень сильно просело производство, это лишь следствие временных событий, скажем так, попадания статистики во временной интервал, когда Иран закончил отгрузку нефти по старым контрактам и не начал еще работать по новым. Новый контракт уже есть. Мы также вчера касались с вами Индии, которая обозначила планы в ноябре купить 9 миллионов баррелей, то есть эквивалент 300 тысячам закупок в сутки. И если к Индии в прежнем ключе в плане высоких аппетитов присоединятся также другие регионы с учетом смягченной позиции администрации США, я думаю, что как раз производство, точнее поставки нефти из Ирана, с учетом самого негативного сценария, будут заморожены как раз в диапазоне 1,2-1,5 миллионов. С учетом максимума, который поставлялся чуть больше 2 миллионов, получается, что рынок фактически ничего не потеряет, потому что параллельно идут поставки из других регионов, стран ОПЕК, России и США, где производство нефти только увеличивается. Еще у нас один медвежий фактор. Я надеюсь, что к четвергу, к завтрашней торговой сессии об урагане Майкл, мы уже будем говорить не так активно, завтра у нас выйдут еще данные по запасам, и по прогнозам экспертов-аналитиков Global Platts ожидается, что запасы снова вырастут по той же самой причине, что и две недели назад, и неделю назад, из-за сезонного обслуживания технических производственных мощностей, что в целом приводит к более низким объемам загрузки, потребления и накопления запасов. Рост запасов – это еще один медвежий фактор. Друзья, я предлагаю резюмировать по нефти, обозначив снова высокие ожидания развития коррекционной динамики, и стараюсь вместе с вами найти и постоянно находиться в поисках хорошего уровня для продажи, потому что уверен, что как только на рынок вернутся страхи прежние, может быть, связанные с тем, что на самом деле нефти может оказаться даже больше, чем нужно, серьезной коррекции нам не виноват. Давайте попробуем в этот раз поймать нефтянку на коррекции с уровнем 84.50, собственно, туда и ставим окошку в целостоп. Рубль 66.26. С учетом того, что сегодня на азиатской сессии нефтянка под давлением, ожидаю открытие рубля тоже с прессом против конкурентов, и по итогам торговой сессии минимум будем болтаться в районе 66.5, собственно, рублей за доллар. Дальше идем. Доллар и иена, собственно, так же, как и на вчерашнем брифинге, сегодня ситуация не изменилась, котировки те же. В принципе, 113, эта поддержка держится. Покупатели не хотят пускать доллар, хотя, друзья, причины были, потому что на пресс-конференции Дональда Трампа вчера ему довелось отвечать на вопросы, хотя он и без вопросов вернулся к теме торговых отношений, а с Китаем отметил то, что если Китай все-таки продолжит нагрызаться, отвечать, соответственно, Штаты, как и было обещано, ведут дополнительный импортный тариф уже на остаточную часть китайского импорта. Это около 250-260 миллиардов долларов общего товарооборота. Соответственно, если вы помните, мы с вами уже давно смирились с тем фактом, что на весь китайский импорт все-таки будут распространяться эти таможенные тарифы. Мы ждем все-таки принятия этого решения. Я признаюсь, что с опаской, потому что это негативный знак, который приведет к повышенному спросу на защитные инструменты, такие как иена, такие как франка. Нам не нужно, чтобы сейчас иена активно росла, потому что с ростом иены доллар будет слабеть. Доллар и иена у нас валютная пара, которую мы рассматриваем с точки зрения покупок. Этот риск предлагаю держать себя сейчас в уме, но работать все-таки пока что с цифрами, с реальными данными, со статистикой. И, как я уже отметил, сегодня у нас индекс энд-производителей, ожидаемо хорошие цифры. Завтра отчет по инфляции и еще один серьезный довод в пользу того, что мы с вами с еще большей уверенностью должны закладываться под идею неизбежного повышения процентных ставок в декабре Федрезервом. Доходности трежерс находятся на высоких уровнях, 3,21%. Да, они отступили от максимума, который был показан день назад в районе 3,25%. И, может быть, это также причина, из-за которой сейчас доллар не может оказать достаточного сопротивления иене, чтобы снова рубануть выше планки 113. Но я думаю, что до конца текущей торговой сессии и, как минимум, в рамках завтрашних торгов, мы точно поймем, какого вектора стоит придерживаться дальше. Надеюсь, что не будет причин пересматривать нашего с вами расчета на то, что пара вырастет. Доллар канадец 1,2930 сейчас котировки. Наконец-таки все-таки канадский доллар осознал, где он должен котироваться с учетом тех фундаментальных возможностей, сложившихся на рынке под ними. Я подразумеваю ожидание повышения процентной ставки, трехсторонний формат соглашения Мексики, США и Канады и, конечно же, поступающие подтверждения того, что дорогая нефть оказывает исключительно благоприятное воздействие на канадскую экономику, потому что Канада – это один из экспортеров нефти. И лучше сказать, что нефть для Канады – это один из основных экспортных ресурсов. Я хочу также отметить, друзья, что тот рост и минимальное значение канадцев против доллара, когда котировки были выше отметки 1,30, вот это было странно, потому что это никак не вязалось с тем фундаментом, который мы с вами накопили. И опять же не хочется сейчас накаркать. Я надеюсь, что сам факт того, что трейдеры взялись все-таки за ум и начали логично отрабатывать статистику на текущих уровнях, эти движения и бодрость канадца не должна быть завершена. Цель у нас, как вы помните, находится в районе отметки 1,25. Я думаю, что мы должны добраться все-таки до этих значений, потому что новостная картина не меняется. И, возможно, важнее всего мы предвкушаем с вами канадское заседание регулятора. Оно состоится в конце октября, 26 или 27 октября, ближе к событию. Конечно же, и дата будет точнее. Хотя, если уж вам совсем интересно, можете посмотреть по экономическому календарю. Ставки будут повышены. Вот что-то подсказывает мне, что только такое решение сейчас верное. И на этом канадский доллар должен, конечно же, укрепиться. Евро против доллара 1,1507. В принципе, котировки такие же, как и день назад. Здесь тоже довольно вялая динамика. Европейская валюта остается под давлением прений по бюджету Италии, под давлением сильного доллара. Европейская валюта с страхом для себя ждет задушные данные по инфляции, потому что в США они могут подстегнуть рост доходности трежерис, увеличить спред показателях казначейских облигаций и немецких бунтусов, и тем самым еще больше притопить позиции европейской валюты. Хочу в доказательство того, что мы находимся в верном направлении, привести еще одну рекомендацию. Я думаю, что всем известного Бэнк оф Америка Мэрлин Динч, который присоединился, позволить это сказать, к нашей с вами идее, считает, что европейская валюта просядет. И, в частности, Бэнк оф Америка делает больше акцент именно на бюджетный кризис в Италии, отмечая, что многие страны нарушали жесткие нормативы, установленные для всех Европейским центральным банком. Но так открыто это еще никто не делал, как и Италия. И, соответственно, сам факт того, что после довольно мягких комментариев и просьбы представителей европейских властей все-таки привести в соответствие дефицит бюджета с требованиями, которые характерны для всех участников валютного блока, Италия решила не, собственно, прогибаться под эту позицию, отметив то, что дефицит бюджета уже утвержден, ничего менять не будет. Это самый настоящий вызов для Европейского Союза. И здесь также важно отметить, что в конце концов это может привести когда-нибудь к автономии Италии и полной независимости от Европейского Союза. Но и сейчас для тех стран, которые являются членами Европейского Союза, такая позиция Италии может стать заразительной. То есть если Италия себя так ведет, почему мы должны соответствовать требованиям, когда экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Ну, я думаю, вы все понимаете, о каких странах Европейского Союза я говорю. Может быть, через какое-то время мы получим подтверждение того, что не только Италия предпочитает проводить уже менее зависимую от Европейского Союза монетарную и экономическую политику. По евро, друзья, факторы я уже отметил, из-за которых евро должен испытывать давление. Поэтому мы ждем, собственно, закрепление нижней планки 1.15. И надеюсь, что в ближайшие дни, особенно после выхода завтрашнего отчета по инфляции, нам это удастся. Австралиец 0.71.21. Снова мы ушли далеко от цели. Но, опять же, еще не вечер. Есть большая надежда увидеть растущий доллар после выхода отчета по индексу потребительских цен. Соответственно, рисковым инструментам также придется сдавать свои позиции. Фунт против доллара в начале брифинга отметил то, что сейчас фунт растет. 1.3157. Вчера появилась информация о том, что соглашение между Англией и Европейским Союзом практически достигнуто. Сначала были заявления о том, что к ноябрьскому саммиту удастся договориться. И вот последний комментарий, то, что соглашение может быть представлено уже на следующей неделе. Ну, верите этому или нет, друзья, я не знаю. Это уже решать вам, потому что здесь попытка, я даже не знаю, кого переиграть. Если вы считаете, что позитив и факт близкого соглашения, о чем мы слышали тысячи раз уже на протяжении последних месяцев, в этот раз не пустой звук, вам нужно, конечно же, покупать британца, потому что если Англия сохранит доступ к единому европейскому рынку после уже завершения процедуры Брекзита, конечно же, это серьезный фактор роста для фунта. Но я устал уже от этих необоснованных комментариев, неподтвержденных данных по близости соглашения. Сколько раз уже мы и покупали фунт, при этом потом приходил негатив, и британская валюта росла. Сейчас хочется уже остаться преданными прежней позиции. Мы ждем жесткий Брекзит и ждем, что в связи с этим британская валюта окажется под ударом. Я жду, по крайней мере. Поэтому цели по фунту ниже отметки 1.30. Если не негативные новости по Брекзиту должны оказать давление на фунт, то, по крайней мере, данные, которые мы ждем сегодня в 11.30 на московском времени, должны стать еще одним фактором снижения курса британцев, уже статистическим фактором. Я в начале брифинга отметил по ожиданиям, что, почему и, скорее всего, реально, действительно, какие цифры мы можем увидеть по промпроизводству и темпам экономического роста. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей, удачной, прибыльной торговой сессии. Не забывайте, что, как и всегда, прежде всего, что вы должны делать, это быть уверенным, конечно же, в том, что вы совершаете аргументированные действия на финансовых рынках. Ну, важнее, может быть, даже это контроль рисков, потому что рынок – это самое коварное существо, которое когда-либо имело место быть. На этой ноте давайте завершать. До скорых встреч, следующая, которая состоится уже завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.